Чем выше небоскребы в городах-миллионниках, тем больше шансов у белорусских лифтов укрепиться в ниши, которую еще недавно занимали европейские компании. Месяц назад на Могилевском предприятии изготовили, испытали и получили сертификаты лифты с грузоподъемностью до 1400 килограммов и скоростью движения 2,5 метра в секунду. Они могут работать в зданиях до 45 этажей. В Беларуси пока таких нет, а вот в России спрос на скоростные грузоподъемники большой. Новинка Могилевских конструкторов – яркий пример промышленной кооперации Белоруссии и России. Мы очень плотно работаем с Российской Федерацией. Оттуда мы берем в основном материалы, металл, некоторые комплектующие, ну а дальше добавляем все свое. И поэтому мы говорим, что лифт наш практически белорусско-российский. Сегодня Беларусь востребована во всем мире и особенно в России. Только за эту осень Александр Лукашенко встретился с губернаторами семи регионов. Суммарный товарооборот с этими областями превышает полтора миллиона долларов. К слову, это больше, чем все торговые операции Беларуси с Казахстаном. Делегация из Нижегородска работает в Беларуси каждую неделю. Регион в тройке крупнейших внешнеэкономических партнеров страны. Ключевая особенность сотрудничества – взаимодополнение. Машиностроение во всех отраслях. Безусловно, это сельскохозяйственная техника, это продукция химического, нефтехимического комплекса. Причем, как и мы покупаем в республике, так и республика покупает очень много у нас в регионе. Активно развивается взаимодействие в сфере IT-технологий, совместные проекты уже существуют. Для того, чтобы продуктов под брендом «Сделано в Союзном государстве» становилось больше, проводят специальные международные форумы по импортозамещению. Первый из них состоялся в Могилеве. Здесь на площадке представлено 60 участников. И продукт здесь можно не только увидеть, потрогать руками, но еще отправиться на промышленную экскурсию и узнать, как его создают. Переговоры прямо у станка недавно состоялись на Могилевском вагоностроительном заводе, куда приехала делегация из Удмуртии. Результат встречи – заказ на 35 вагонов. И это только начало. Для нас открытие белорусского рынка – это значимое событие, потому что мы в течение года с основными вагоностроителями уже переговоры вели. И тот объем, который на следующий год даже, который он расписан, тот объем, он недостаточен для тех компаний, которые собираются перебитать вагоны. И в этом случае Могилевский вагоностроительный завод, как палочка-выручалочка, оказался для нас. И, соответственно, мы сегодня здесь для того, чтобы подписать соглашение. Основная задача форума – найти точки соприкосновения малых-средних предприятий для того, чтобы их совместная деятельность могла двинуть их финансо-экономические результаты вперед. Основа крепкого сотрудничества Беларуси и России была заложена давно. Формат союзного государства укрепил взаимодействие в разы. Но именно санкции открыли глаза российским партнерам. Они оценили способности нашей страны в производстве. И все, как неоднократно отмечал Александр Лукашенко, благодаря достижениям, которые мы не растеряли, а сохранили и приумножили с советских времен. Мы очень востребованы, очень. Иногда разворотливости не хватает. Отсюда мое жесткое такое требование чиновничьему аппарату по тем или иным направлениям. Если вы следите, в СМИ мы широко даем разного рода совещания у меня, что надо шевелиться сейчас, надо захватывать рынки. Главное сейчас время, 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 время. Пока оно работает на нас, но так не всегда будет. И вот мы в дальние дуги, был такой термин введен, государство дальние дуги мы работаем, не только ближе тут СНГ, Россия, но и туда подальше. Ринулись в Африку и мы обнаружили, что нас там ждут. Нынешний тренд внешней политики Африка. За этим континентом, как неоднократно подчеркивает глава государства, будущее. Цель сотрудничества выходит далеко за рамки товарооборота. Мы поддерживаем государство африканского континента в борьбе за независимость и избавление от статуса сырьевых придатков, которые так долго навязывали США. Александр Лукашенко предлагает идти в Африку с российскими коллегами. Основа для производства есть, тоже, со времен СССР. Советский Союз, как говорят наши специалисты, допустим, по Африке, в свое время сделал огромный задел, создал огромные фундаменты, базу для нынешнего сотрудничества постсоветских республик и прежде всего Беларуси и России на том континенте. Они нам доверяют больше, чем кому. Нам надо этим воспользоваться, продвигая свои интересы, поддерживать развитие и африканских, и азиатских стран, которые нас там ждут давно. Нам надо вместе здесь поработать. Для нас время возможностей. За последние два года о маленькой Беларуси большой мир говорит так часто, как никогда. И дело не только в политике. География экспорта нашей продукции растет и сегодня охватывает свыше 140 стран. А это, считай, почти весь мир. Юлия Мычко, Василий Лосенков, Могилевская область, СТВ.